Под знаком карнавала. Разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной – Набоков. Который год пытаюсь понять, что держит меня на плаву в моем небезупречном, небезболезненном и небезоблачном здешнем существовании и, думаю, его откровенная, брутальная, убийственная карнавальность, перемена лиц, образов и масок, вывернутый наизнанку смысл существования, ситуации перевертыши, их откровенная театральность и откровенный фарсовый идиотизм. Маски грубо размалеваны, служанка переодета госпожой, госпожа куртизанкой, и все играют чьи-то роли. Играют грубо, упрощенно, условно, ибо ничего не поделаешь – площадной театр. И только иногда блеснет в прорези глаз идиотской маски внимательный и насмешливый взгляд, каким смотрят на нас с портретов шуты Веласкеса. Вот такая история. Живет в Израиле человек по фамилии Ленский. Это еще не начало карнавала, еще не смешно. Обычная еврейская фамилия. У нас и Пушкины попадаются. Когда-то в Советском Союзе этот Ленский в знак протеста против ввода советских танков в Прагу сжег красный флаг на площади свободы в Риге. Разумеется, его схватили, судили, дали срок, который надсидел тютелька в тютельку, после чего репатриировался в Израиль, на историческую родину, в демократическое государство, где, как он полагал, забудется страшный коммунистический сон. Но в Израиле в это время у руля стояла рабочая партия, у которой, как известно, на трибуне с одной стороны национальный бело-голубой флаг, а с другой – красный. Что там говорить? Ленский сжег красный флаг на площади царей Израилевых в Тель-Авиве. Его схватили, судили, дали срок. Надо отдать справедливость гораздо меньшей. Он отбыл его и вышел на свободу. И вышел он на израильскую свободу с законченным диссидентом. Жил на так называемых территориях, состоял в организации КАХ, ходил с оружием, участвовал во всех антиправительственных демонстрациях, неважно, какая партия стояла у власти, а также митинговал на всех митингах. Он участвовал во всех забастовках, будь то служащие аэропорта Бен-Гурион или работники детских садов и ясель. Словом, человек сросся с карнавальным костюмом, закоренелый правонарушитель. Стоит ли говорить, что израильская полиция и органы госбезопасности в любой заварушке привыкли тянуть за ниточку, которая приведет к вечному диссиденту Ленскому? И вот моя соседка, работающая каким-то мелким секретарем в следственном отделе Иерусалимского полицейского управления, описала мне сценку, свидетелем которой стало на днях. Действующие лица. Студент. Юноша лет 20, из интеллигентной ленинградской семьи, привезенной в страну в возрасте 16 лет. То есть человек, обремененный некоторым грузом русской культуры. И офицер полиции, йеменский еврей, лет 45, привезенный в страну в детстве, в любом случае никак не обремененный грузом русской культуры. Между ними происходит следующий диалог. Полицейский. Ты про Ленского слышал, студент? Да, конечно. Полицейский. От кого? Студент иронически поднимает брови, оглядывается на секретаршу, наконец говорит. То есть как? От кого? От Пушкина? Офицер быстро помечает что-то на листке перед собой. А где он сейчас, знаешь? В каком смысле, где? И настороженно спрашивает молодой человек. Его же это убили? Как убили? Скрикивает Визави. Кто убил? Он вскакивает из-за стола и начинает в страшном возбуждении кружить по комнате. Очевидно, его сильно задевает тот факт, что этот сопляк знает об убийстве Ленского, а он, офицер полиции, почему-то не знает. Он останавливается напротив студента и повторяет, кто убил. Студент, уже чувствуя, что этот странный разговор с сумасшедшим любителем пушкинского романа пошел по какому-то неправильному руслу, поеживается и тихо говорит. Ну, как же? Ну, этот... Онегин же. Полицейский подскакивает к столу, быстро записывает и это показание. И только когда он пытается выяснить точную дату убийства, а юноша, явно подсчитывая что-то в уме, обормочет, что приблизительно в первой четверти XIX века следует, как у Гоголя, финальная сцена с застывшими фигурами и вытаращенными глазами. Гротескным преображением, искажением, перевоплощением смыслов подвергается и язык, важнейшая, если не главная, субстанция нашего существования в социуме. Обратите внимание, коверканье языка, комические языковые ситуации занимают сейчас обширное место на страницах юмористических изданий повсюду в эмиграции Германии, США, Израиле. Мучительное надевание чужого языка, постепенное переодевание сознания – это ли не трагический карнавальный процесс, суть болезненных эмигрантских перевоплощений? А ведь с годами происходит еще и обветшание родного языка, частично его потеря, прорехи именно в смысловых, подтекстовых оттенках. На днях сижу в офисе своего издателя, обсуждая условия опубликования новой книги. Радио на русском языке, которое работает у нас 12 часов в сутки, включено на всю катушку. Идет передача, в которой обычно знакомят слушателей с тем или иным печатным изданием, берут интервью у известных журналистов и писателей, у редакторов газет и журналов, ведет передачу, бойкий старожил. Обладатель глубокого бархатистого баритона когда-то, в далекой молодости, он озвучивал линии ленинградского метро. Осторожно, двери закрываются, следующая станция – Василия Островская. Репатриировавшись, обнаружил, что метро здесь еще не построили, зато радиостанции «Голос Израиля» требуется диктор. С началом Великой Алии он расцвел, стал вести литературные передачи, брать интервью у приезжих и местных знаменитостей. Правда, за эти годы язык он не то чтобы подзабыл, а как-то перестал вслушиваться в смысл того, что говорит. Его собеседник – главный редактор одной из газет, выходящих на иврите. Назовем его «Господин Шапир». В молочном возрасте его привезли сюда из России, и он понимает по-русски, пытается говорить и искренне считает, что знает этот язык, на котором говорили с ним его родители. Стоит ли уточнять, что смысл многих его слов и фраз тоже нуждается в некотором дополнительном объяснении. И вот в открытом эфире происходит следующий диалог. Господин Шапира бодро и напористо вступает ведущий. Многие наши радиослушатели интересуются, какого размера ваш почтенный орган. Господин Шапира, профессор, автор нескольких монографий, почетный член нескольких зарубежных академий, задумывается на мгновение, затем при исполненной достоинства медленно произносит «обычного», «нормального». По пятницам несколько увеличивается. Само собой, он имеет в виду ряд пятничных приложений к своей газете. И оба этих, весьма довольных собой господина, даже не задумываются, что они несут в открытом эфире. В этом перевернутом, вывернутом наизнанку мире наши дети – статья особая. Понятно, что везли их сюда за здоровым национальным самоощущением, чувством собственного достоинства, раскованностью, знанием языка предков, традиций, культуры, религии. Но, боже мой, не за тем же, чтобы они потеряли наш, болезненно любимый, родной, самый прекрасный на свете русский язык. А они, наши дети, катастрофически его теряют. Заставить мою двенадцатилетнюю дочь прочесть несколько страниц по-русски забойный труд шахтера, вгрызающегося в скальные породы. Ну, почитай трёх мушкетёров. Я уже читала на иврите. Вот видишь, а роман двадцать лет спустя на иврит ещё не переведён. Французского ты не знаешь. Выходит, вообще эту книгу не прочтёшь. А знаешь, сколько прекрасных книг на иврит ещё не переведены, а на русский уже переведены? Ты согласна их не узнать никогда? О книге своей матери ты тоже будешь на иврите читать? И так далее, и тому подобное. И с бессильной горечью наблюдаешь, как медленно и неотвратимо уплывает твоё дитя к берегам другого языка. И с ужасом понимаешь, что ему не интересны книги твоего любимого Юры Коваля, что про Мэри Поппинс и про Винни Пуха твой ребёнок прочёл уже на иврите, а по-русски не прочтёт никогда. «Объявление» на дверях книжного магазина. «Удержите детям язык!» Два года подряд я предпринимала в этом направлении почти героические усилия. Например, отправила свою дочь на уроки русского языка и литературы в вечернюю русскую школу. После занятий пробовала обсуждать пройденное на уроках заискивающим тоном. «Ну, что вы сегодня учили этого, ну, Толстого?» «Льва Николаевича Толстого, преувеличенно артикулируя, говорю я, великого русского писателя. Что именно вы читали?» «Эту сливняя костячка». «Косточка» подхватываю я с преувеличенным вдохновением. Это прекрасный рассказ для детей, а ты можешь пересказать мне содержание?» Она мнется, пахныкивает, переминается с ноги на ногу и посматривает в сторону телевизора, где должна начаться популярная юмористическая передача «Зе-узе». Точно это восклицание перевести невозможно. Приблизительно так. О – это оно. Или точнее – о-то-то. Актеры, довольно крупные мужчины, переодетые женщинами, огромные накладные сиськи, лохматые парики и вульгарно накрашенные губы, бегают друг за другом, виляя за дами, падают на пол, задирая вверх волосатые ноги в дамских туфлях 42-го размера и щиплют друг друга за все мыслимые части тела. Долгое время ничего, кроме недоумения и омерзения, эта политическая передача во мне не вызывала. Пока вдруг я не поняла, да это же ничто иное, как площадной театр, карнавал в чистом виде. Если ты перескажешь мне содержание косточки, говорю я, понимая всю жалкость этого педагогического приема, я разрешу тебе включить телевизор. Она долго думает, морщит лоб, ковыряет болячку на руке, выворачивая локоть, наконец говорит, в общем, там подняли хай из-за фруктов. Представляешь, считали, кто сколько съел. И папа сказал детям, дети мои, или вы съели эту сливу, или вы хотите через это хорошо получить, не говоря уже об совсем умереть. Можешь включить телевизор, разрешаю я упавшим голосом. Тут уж не до бесед, типа поговори со мною, мама, хоть бы на старости лет стакан воды нам подала, что ли, говорю я мужу, если к тому времени не забудет, как по-русски будет вода. Любопытно, что все иноземное, инородное, инокультурное, попав сюда, в эту стихию кромешного карнавала, немедленно вовлекается в его бешеный водоворот. Глядишь, то тут, то там, в сумасшедшем пробеге мелькнет новая маска, размыкается на мгновение круг, принимая ее в хоровод, и вот уже мчится в колоннадах древней римской улицы Карда какой-нибудь бывший инженер из Куйбышева, нацепив на себя костюм, например, русского экскурсовода. Он бежит, машет палкой, на конце которой завязана яркая тряпочка, и кричит, группа из Винницы, не разбредаться. Кстати, на Ниле русского экскурсоведения происходят чарующие истории, буквально напичканные обмененными смыслами. Один мой знакомый, экскурсовод, вел недавно группу туристов из Баку по маршруту еврейский Иерусалим. На всем протяжении экскурсии под ногами у него путался маленький глуховатый старичок, слушал, оттопыривая ладошкой большое седое ухо. Стоя у стены плача, экскурсовод говорил, что после катастрофы европейского еврейства произошел взрыв национального самосознания, и евреи провозгласили независимость Израиля. После экскурсии старичок подходит к моему приятелю и, явно волнуясь, спрашиваясь с чудовищным акцентом, «Послушай, дорогой, не могу понять, какой тут у вас катастроф, какой взрыв». Тот терпеливо и громче объясняет, что после гибели шести миллионов евреев, что принято называть катастрофой, произошел взрыв национального самосознания, и евреи провозгласили государство. Старичок вздохнул с огромным облегчением, заулыбался и говорит, «Ух, слава Богу, я думал, Помпей». К слову, костюм полураздетого туриста под знаком хамсина и к нему маска с намалеванным на ней обалделым выражением «Ну и жарища тут у вас» явление, распространившееся за последние годы с падением железного занвеса. К моей подруге приехал в гости поглядеть Израиль сват Владимир Иванович, между прочим, кандидат химических наук. Приехал, разделся до трусов, у нас действительно довольно жаркий климат, и принялся расхаживать по квартире, вышлепывая ладонями на голом животе турецкая ронда Моцарта. День эдак ходит, два неделю ходит. Наконец, домашний ошалев от турецкого ронда решили удалить этого ударника из дому хотя бы на день проверенным способом. Ему купили билет на экскурсию Иерусалим в город трех религий. Живут они под Хайфой, а экскурсионный автобус отправляется от центрального автовокзала. Но объяснили свату, как добраться до автовокзала. Нарисовали куда и как, только забыли написать название экскурсии. А он пока добирался, забыл, в какой город едет, помнил только что в столицу. И пошел он искать по улицам русскоговорящих людей, что нетрудно. И наткнулся на совсем свеженькую репатриантку и спрашивает ее, а скажите, гражданочка, какой у вас тут город-столица. И эта дура отвечает, что правильно Тель-Авив, как ее учили в советской школе. Длинная рука Тель-Авива. И пошел сват Владимир Иванович искать автобус, следующий по маршруту Тель-Авив, город трех религий, что на слух местных жителей звучит нудоколик смешно. Кстати, о религиях. Я не говорю о взаимоотношениях трех великих религий, сгрудившихся на священном пятачке Масличной горы. Я говорю о противостоянии, распрях и противоборстве внутри каждой из них. Да у нас внутри каждой конфессии сект, ответвлений, дворов и направлений, видимо-невидимо. У нас только православная церковь делится здесь на белую и красную смертельно враждующие церкви. А католики, а протестанты, а армянская и грузинская епархии, а лютеране, а секта христиани за Израиль, устраивающие ежегодные абсолютно карнавальные шествия по Иерусалиму. А христианская Пасха с усиленными нарядами израильской полиции, стянутыми на площадь перед храмом гроба Господня Пасха, с ежегодными кровопролитными потасовками между братьями во Христе, принадлежащими к разным направлениям христианства, вот это всем карнавалом карнавал. Есть в Иерусалиме ресторанчик кенгуру. Держит его Лина и Дато. Она грузинская еврейка, он настоящий грузин, истовый христианин, долгое время был секретарем патриарха православной грузинской церкви. Бывший российский народ любит там бывать. Симпатичные хозяева, вкусная кухня, да и компания своя собирается. Однажды художник Саша Окунь привел в кенгуру своего гостя из Италии, отца Серджио и иезуита. Вот, говорит, познакомьтесь, это отец Серджио и иезуит. Дато, который и без того похож на кота, выгнувшего спину, совершенно ощетинивается, отзывает Сашку в сторону и шипит, ты что, как ты смел привезти иезуита в мой дом? Их на порог пускать нельзя. В Швейцарию, например, их не пускают, указ такой есть. Тем не менее, прирожденное грузинское гостеприимство очевидно не позволило ему выгнать гостей. Они уселись за стол, заказали вина, са циви, лобио и отец Серджио, который к тому же оказался экуминистом, сидит, вкусно ест, благодушевствует и рассуждает, как прекрасно станет в мире, когда сольются в любви все веры. Да то слушает, слушает и тихо закипает. Серджио, скажи, наконец, вкратчиво спрашивает он, когда все-все сольются, кто наверху будет? Отец Серджио все-таки иезуит. Выучка чувствуется, складывает под подбородком ладони лодочкой, возводит очи и смиренно произносит «Наверху будет Бог». И до то ничего не остается делать, как повторить этот жест. Несколько секунд они сидят друг напротив друга, как два прихожанина одного прихода. Помолчали. Трапеза возобновляется. Серджио, скажи, опять вкратчиво вступает до то, когда все-все сольются ниже Бога, кто будет? «Папа?» кротко отвечает иезуит. «Никогда!» кричит до то, сверкнув глазами. Помолчали. Из кухни приносят свежую зелень, молодую картошку с солеными огурчиками. «Серджио, скажи!» опять вступает до то, «когда все-все сольются, все к чертовой матери сольются, в самом-самом низу, в низу всех!» «Кто будет?» «Я», отвечает иезуит, улыбаясь. «Нет, я!» страстно восклицает грузин, стукнув кулаком по столу. Но пока не слились в порыве любви все-все веры, с единой вершиной и единым краеугольным камнем в основании нашим добрым да то, случается так, что на наших площадях бьют кровавые фонтаны. Впрочем, это тоже в традиции средиземноморского карнавала возьмите любую итальянскую или испанскую средневековую новеллу под грохот музыки и раскаты смеха в брызгах огней всегда сводили счеты с неверной возлюбленной, жестоким мужем, коварным другом, подлым предателем. Вот только наша ближневосточная мясорубка внесла нечто новое в историю извечного арабо-израильского карнавала, когда в воздух взлетают ни в чем неповинные, никого не предавшие, никому не изменившие дети. Возвращаюсь домой из города. Дверь открывает взвинченный сын, кричит мне, где ты гуляешь, мы тут с ума сходим. По телевизору передают экстренный выпуск новостей. Двадцать минут назад в центре Иерусалима на пешеходной улице Бена и Гуда в одном из магазинов, в которой я час назад купила себе отличный ежедневник в кожаном переплете взорвали себя три террориста самоубийцы. По предварительным данным, они были переодеты в женские платья и прогуливались среди столиков кафе, вынесенных на улицу в этот упоительный час предвечерней прохлады. Есть много раненых, больше десятка убитых, среди них дети, женщины. На экране телевизора по двой амбуланцев мечутся санитары с носилками, бегут полицейские, мелькают искаженные ужасом, окаменевшие от шока, залитые слезами лица людей. Я представляю себе, как три безумца надевают на себя огромного размера лифчики, чтобы больше вошло в них взрывчатки, как нацепляют парики, надевают дамские туфли, красят помадой губы, как три безумца готовятся к последнему в своей жизни карнавалу только ради того, чтобы убить еще с десяток евреев. Я пытаюсь представить себе, как они переодевались, как смотрели друг на друга, ведь это страшно весело, ведь это смешно, ведь невозможно не рассмеяться. я швыряю в угол сумку с новым отличным ежедневником, который в любую минуту может больше не пригодиться мне в этой жизни, и ору, господи, надоело, господи, как надоел этот кошмарный карнавал, господи, что надеть, во что переодеться, чтобы стать невидимой, недостижимой, неуязвимой, господи, во что переодеть детей, всех близких, весь народ, чтоб перестать быть вековечной мишенью. На следующее утро после бессонной ночи я запрещаю домашним включать телевизор и радио. Я не хочу ничего слышать, ни одной подробности о вчерашнем теракте, ни одного имени, не хочу видеть ни одной фотографии жертв. Я выжата, как лимон, измучена. У меня нет сил не то, что работать, просто жить, двигаться, совершать какие-то бытовые действия. Медленно шаркая тапочками по кухне, в полной тишине варю себе кофе и слышу, как, почти крадучись, чтобы не раздражать меня. Муж выходит за газетой, а потом тихо шуршит страницами в комнате. Вдруг раздается «Я слышалось, наверное», его почти истеричный смех. «Опечатка!» кричит он мне. «Ну и опечаточка!» и показывает в разделе объявления. Каин с большим опытом предлагает услуги по части обрезания. Ну, конечно, наборщица, наверняка новая репатриантка вместо Коэн священник, набрала более понятное ей Каин, мгновенно вписавшись в стихию этого вечного, невозможного, неостановимого ни на минуту трагически прекрасного карнавала. это свои мгновенно все с мер каин habl Продолжение следует...